Итак, сейчас давайте поговорим про ключевые слова, они же поисковые запросы пользователей. Чтобы узнать, какой запрос и сколько раз задают пользователи Яндекса, необходимо зайти на страницу wordstat.yandex.ru и задать интересующий нас запрос, например, Forex. Как видите, что запросов со словом Forex люди задают 271 тысячу раз в месяц. А есть еще и другие поисковые машины, но мы будем рассматривать все на примере Яндекса, так как он наиболее посещаемый поисковик в Рунете. С другими же поисковыми машинами все аналогично. Да и при оптимизации ваш сайт будет продвигаться во всех машинах автоматически. Тут важно отметить, что не запрос Forex задают 271 тысячу раз, а все запросы в совокупности, где просто встречается слово Forex. То есть все запросы, которые следуют ниже. Чтобы узнать, сколько конкретно раз задают пользователи запрос в той или иной форуме, необходимо нужный нам запрос поставить в кавычки. И вот теперь мы видим, что конкретно запрос Forex за месяц в поисковой строке Яндекса задают 41 613 раз. Сразу определимся с тем, что высокочастотные запросы – это наиболее сложные запросы для поисковой оптимизации. Такие запросы задают несколько тысяч или десятков тысяч раз. Среднечастотные запросы – это запросы более легкие для продвижения и задают их несколько тысяч раз или несколько сотен раз. Низкочастотные же запросы – это запросы, которые легче всего для продвижения и задают их несколько десятков или сотен раз. Вот эти запросы нам и нужны, так как по низкочастотным запросам можно продвинуть сайт очень быстро и к вам сразу пойдет целевой трафик с поисковых машин, так как по низкочастотным запросам конкуренции практически нет. Чтобы найти низкочастотные запросы, необходимо спуститься вниз страницы и нажать на ссылку «Следующая страница», после чего проделать эту операцию до тех пор, пока страница не кончится. В случае с запросом в Forex я дошел до 40-й страницы. Тут необходимо понять, что запросов тысячи и это только связанных с Forex. А если брать остальные тематические запросы, например, трейдер, трейдинг, название конкретных брокеров, платформа метатрейдер и другие, то запросов будет бесконечное множество. Вот благодаря этому мы можем ловить большое количество карасей и не бояться конкуренции. Итак, самый низкочастотный запрос по версии Яндекса оказался запрос в Forex Film Online, который задают всего 12 человек в месяц. Вот это и есть низкочастотный запрос. Если мы зададим его в Яндексе, то увидим, что на первых трех местах идут сайты, у которых в заголовках не прописан ключевой запрос в Forex Film Online. А следовательно, данные сайты находятся на этих местах из-за того, что Яндекс не может найти альтернативы. А в случае, если она появится и контент будет посвящен именно онлайн Forex Film, то поисковик в кратчайшее время поставит его на лучшей позиции. И в конечном итоге это будет давать посетителей той площадки, которая это сделает. Дорогой друг, мы рассматриваем это как пример. Возможно, что среди этой выдачи есть сайты, которые оптимизируются под этот запрос. Но уверяю вас, что их не так много. И даже если они есть, то это не повод для того, чтобы не продвигаться по запросу. Так как простым сайтом вы можете составить конкуренцию. Ибо 90% сайтов попадают на лидирующие страницы просто случайно. Как я уже сказал, за неимением альтернативы. Суть поискового робота состоит в том, чтобы на запросы пользователей найти максимально точную информацию. И если на вашей площадке будет таковая, то будьте уверены, что ваша площадка будет на лидирующих позициях. Надеюсь, это понятно. И сейчас давайте вернемся к статистике запросов. С правой стороны мы можем видеть дополнительные запросы, которые искали пользователи. Так или иначе, они являются тематическими, и их можно использовать для работы и отбора низкочастотных запросов. Сразу видим, что Forex на английском задают еще 116 тысяч человек. А кликнув на это слово, мы найдем еще огромное количество запросов пользователей, где встречается слово Forex на английском языке. Следовательно, можно раскручиваться по двум направлениям, по русскому слову и по английскому. Чтобы было понятнее, что запрос Forex Film Online и тот же запрос, где слово Forex идет на английском языке, это абсолютно два разных запроса. И продвигаясь под один запрос, вы не будете продвигаться по другому, если, конечно, ваш контент не будет оптимизирован сразу под два запроса. А вообще, я рекомендую создавать площадку не под различные тематические запросы, а под какую-то конкретную аудиторию. Например, можно создавать оптимизированный контент только под запросы пользователей, которые интересуются именно Forex брокерами. Можно по тех, кто интересуется техническим или фундаментальным анализом. По тех, кого интересуют торговые советники и автоматическая торговля на Forex. На тех, кого интересуют книги и так далее. То есть, лучше всего для вас будет поступить таким образом, если вы будете работать на определенную целевую аудиторию. Уверяю вас, что в таком случае конверсия у вас будет гораздо выше, и пользователи к вам на блок будут возвращаться гораздо чаще. Правило простое. Не распыляйтесь на все подряд. Создавайте контент только для определенной части целевой аудитории, и будет вам результат. А о том, как создавать оптимизированный контент, мы поговорим уже в следующем уроке.